Сейчас такое время, когда идеология вполне может эксплуатировать и искусство. Если вспомнить дискуссии по поводу фейковых новостей или альтернативных фактов, то сейчас как раз тот момент, когда в нас пытаются посеять сомнения в том, что мы видим. Становится ясно, что в виду имеется не то, что показывают, а нечто иное. Поэтому на нашей выставке вы можете хорошо проследить соотношение между пропагандой и самим искусством. Именно это и есть самое исключительное и невероятное в той ситуации столетней давности. Поэтому в некоторых случаях она может служить примером. Черный квадрат Малевича был в 1915 году представлен на выставке, которая и по сегодняшним понятиям достигает абсолютной радикальности в изображении беспредметности. Это была эстетическая революция, влияние которой ощущается до сих пор. И в нашем искусстве тоже. Но после военной неразберихи к власти приходит правительство, которое в целях коммунистического воспитания общества поощряет искусство, представляющее собой полную противоположность эстетической революции 1915 года. Говоря по существу, эта эстетическая революция образует фундамент западного модернизма. Это наше искусство, каким мы знаем его сегодня, со всеми движениями, которые из него возникли и существуют на протяжении ста лет. Все это представлено в центре Пауля Клея в Берне. Там к эстетической революции относятся с особым почтением. Наша же выставка показывает обе стороны медали, оба направления в искусстве, которые возникли как из эстетической, так и из политической революции. Конечно, задумывались и включили это в нашу кинопрограмму. Мы демонстрируем фильм «Мило Рао», который собрал и обработал материалы о судебных процессах в Москве и попытался понять, как могло дойти до того, что группе Пусси Раэт был вынесен приговор. Само по себе их искусство, как эстетическое явление, на Западе не признано чем-то особо радикальным. Но в любом случае выставка не была бы полной, без упоминания о Пусси Раэт. Дорав, ganz klar.